Всем привет, друзья! Сегодня я вот захотел поделиться с вами такими мыслями. В наше время, когда мы говорим про личный бренд, мы подразумеваем популярность социальных сетей. Это не всегда корректно, но то, что социальные сети стали занимать большущую часть нашей жизни, стоит признать. И то, что сейчас с их помощью можно сформировать базу своих пациентов, это неоспоримый факт. В целом, в свое время я использовал их как основной канал трафика своих пациентов. Я веду соцсети с 2012 года и пережил несколько смен алгоритмов и интуитивно пытался набрать аудиторию, потому что на уровне ощущений, видимо, уже тогда понимал, что оттуда могут приходить пациенты. Многие из вас знают, что я родом из Луганска, закончил там вуз, и к последнему курсу обучения я уже практиковал. У меня уже была база своих пациентов. Сначала это были знакомые, потом постепенно включилась в работу. Сарфана радио вылечивалась. И в целом, к моменту получения диплома, все предвещало мне, скажем так, безбедную карьеру стоматолога. Но потом произошло то, что произошло. Именно пришлось уехать из города и в совершенно новое место, в Одессу, где я поступил на интернатуру. Это тоже такая отдельная душевная, очень трогательная история, которую я, кажется, уже как-то рассказывал, поэтому отряться не буду. Но суть была в том, что я приезжаю в новый город, где у меня нет знакомых, нет друзей, с которых я мог бы начать хоть какой-то прием. И я начинаю думать, как создать пул своих пациентов. И вот тогда я, впервые, ощутил всю силу Инстаграма. Тогда был еще очень слабо развитым, да, и я помню своей первой пациентке отправлял фотографию своего диплома в Директ, потому что тогда идти к врачу из социальных сетей было максимально странно и необычно. Но я просто опубликовал там свои какие-то фотографии рабо, ставил хэштеги и геолокацию. И она как-то меня нашла, и я такой типа, воу. То есть я вытащил человека из телефона к себе на прием. То есть меня смотрят, получается, реально настоящие люди. Сейчас, наверное, это звучит как бы странно, да, но тогда это было настолько необычно, что из развлекательной социальной сети ко мне пришел пациент. Я сначала, я начал делать больше публикаций, больше рассказывать про этапы лечения, и за год жизни там пациенты из Инстаграма составляли основную часть моего трафика. Понятно, что были пациенты, которых я принимал в рамках интернатуры, но именно мои пациенты, это были, наверное, процентов на 90 люди из Интернета. В основном это был Инстаграм, и также использовал еще ВК. То есть я просто кидал фотки своего какого-то лайфстайла, своих работ, писал много текста, и это работало. И в тот момент меня осенила мысль, что Инстаграм, по сути, является моим работодателем. То есть ваши подписчики, это ваша безопасность, что у вас будет доход. То есть когда вы работаете в найме, что-то там не поделились с начальником, и вас уволили, вы остались без пациента. И огромное количество клиник не разрешают обмениваться контактными данными с пациентами, чтобы вы их не уводили. А с помощью социальных сетей вы создаете свой канал трафика, свой личный, который всегда остается с вами. В какую бы клинику вы не ушли, а если, например, вы еще и принимаете в клинике, в которой вы работаете, вы становитесь еще более ценным врачом-сотрудником, потому что вы отдаете пациента в клинике. Как правило, вы можете договориться о том, чтобы принимать их на более выгодных условиях, за более выгодный процент. И это история, в которой выигрывают все. То есть ваш пациент, который получает хорошее качественное лечение, вы как лечащий врач, который получает лучший процент, и ваш работодатель, который тоже получает поценность, за которого он не заплатил. И по сути, это такая история, где вы все в плюсе, плюс растет ваш статус и доверие к вам, ваша ценность для работодателя. Вот такие вот мысли. Решил с вами поделиться. Ставьте лайк, если было полезно. Делитесь с друзьями. И если вам интересно подробно изучить инструменты, как все работает в плане Инстаграма того же, ссылка будет на курс под этим видео. Все. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok